Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, что вы несколько ошиблись со своим запросом, потому что мы не помогаем понять других людей. Например, психолог не работает с третьими лицами. Мы помогаем человеку, вам самой, например, разобраться в себе. Следующее. Некоторые элементы вашего вопроса очень похожи на запросы к эзотерикам. Например, того, если перспективы отношений, долгосрочных отношений и так далее. Это больше к эзотерикам. Соответственно, вам нужно перенаправить свой запрос к ним в соседний раздел. Психологи на такие вопросы не отвечают. Следующее. Следующее. Если вы не можете понять человека, потому что у вас есть проблема с тем, чтобы понять человека, то речь всегда, повторюсь, всегда идет про доверие в себе. Что это значит? Это значит, что при общении с человеком, любым человеком, не только мужчины, о котором говорите вы, но и любым вообще человеком, при общении с ним, мы сталкиваемся с определенными своими реакциями на этого человека. И если мы эти реакции слышим, если мы даем им этим реакциям право на существование, если мы даем этим реакциям выразиться, то мы себе доверяем и нам не требуется понимать другого человека. Но если этого не происходит, мы начинаем сильнее нуждаться в том, чтобы другой человек дал нам обратную связь, как-то помог нам побороть чувство неопределенности, чувство беспомощности, тревожности, страха. Дальше. Значит, то, что он старше вас на 10 лет, говорит о том, что, первое, вы склонны все контролировать и обесценивать свои чувства. Правила на уровне выбора такого человека, такого возраста, на уровне выбора присутствуют такие характеристики. Соответственно, они всегда конструктивны, с этим можно и нужно поработать. Мы встречаемся в ПСЧВ. Что между вами общего? Что вас связывает, что вас объединяет? Как очистить с ним серьезных отношений? Что такое серьезные отношения для вас? Особенно, если вы так спор живете в гражданском браке, то есть, сожительствуете с другим мужчиной. С точки зрения психологической гигиены, лучше бы вам скрывать те отношения, которые у вас сейчас есть, завершить, побыть одной, пройти психотерапию и потом уже устраивать отношения. Он мне говорит, давай попробуем, конечно, но не дает мне гарантии, что это будет навсегда или брак. А почему вам нужны гарантии? Человек на самом деле не может знать, навсегда он другим человеком или нет. А вот вопрос в том, почему вам этого хочется? И что за этим скрывается? Очень важно. Дело во мне или в нем? Дело в вас. Вы требуете гарантии. В отношениях гарантий нет. Я замужем не была, только жила в гражданском браке, сейчас же он был дважды женат. Ну, опять же, вот то, что вы сейчас в гражданском браке, но встречаетесь с другим мужчиной, на 10 лет вас старше, и требуете от него серьезных отношений и гарантий, говорит мягко говоря о том, что вы не уважаете себя и не уважаете своего партнера. Так, значит, я не была замужем, а имеет ли для вас значение замужество, потому что у вас уже второй раз тема замужества как бы не поднимается? Почему мне особо доверять людям, всегда все говорит прямо? Ну, человек честный, это хорошо. Не обманивать он мне сейчас. Может, я ему просто не настолько нравлюсь, что он мне выносит такие предупреждения сразу. Как вы связываете такие предупреждения и то, что вы ему не нравитесь? Откуда мы можем знать, нравится ли вы ему или нет? Что это мне, грубо говоря, разрушит свои отношения ради него? На такие вопросы мы не отвечаем, потому что это только вам решат. Но я могу сказать одно, что если вы встречаетесь с другим человеком и хотите с ним серьезных отношений, то ваши отношения текущие уже разрушены. Но они вам нужны для того, чтобы сохранять иллюзию, может быть, стабильности, может быть, правильности. А может быть, вы просто прикладываете на эти отношения ответственность за свою безопасность. Есть ли перспективы долгосрочных отношений? Нет, тот самый вопрос, который я считаю вам нужен задать эзотериком, если он для вас важен. Я запутался, мне уже нравится, не могу сидеть объективно. Ну что ж, выбирайте себе психолога, начинайте консультироваться, и я думаю, что запутанности станет меньше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!